Здравствуйте! В эфире «Время» в студии Екатерина Андреева и сегодня в программе. Эта колонна уже одиннадцатая по счету. В общей сложности Россия направила в Донбасс более 13 тысяч тонн гуманитарной помощи. Некто схиархи Мандрит Ильи, официальный духовник, патриарха, олигарха, ГБшно-ФСБшного педофила Кирилла, публично заявил, что убийство славян — это хорошо. «Батюшка, сын у меня собрался в Украину в ополчение поехать. Как быть?» Ответ. «Ну, дело и настроение — это хорошее». «А если это война, то все мы должны быть мобилизованы». Отправив новую порцию топлива и боеприпасов террористам, Первый канал заявил, что все это делается ради мира. «И тем не менее, в основном режим тишины соблюдается». Ключевое слово здесь — «в основном». А еще есть вот такие варианты отказа от ответственности. «Сегодня к нам попал сенсационный снимок, сделанный предположительно. Не было, скорее всего, никакого бука». А еще есть кашель. «Будем стремиться к тому, чтобы минские договоренности исполнялись. Нарушений международного права Россия не допустила». Первый канал пообещал в самое ближайшее время завалить весь мир плесневелым сыром с Урала. Одно из последних последствий войны и санкций — прекращение поставок в Россию продуктов из западных стран. Их место на прилавках заполняют отечественные производители. Первая партия элитного сыра с плесенью созрела к новогодним праздникам на одной из агрофирм. И это все в Пермском крае. Рецепты технологии принадлежат к Савье Фору, французу, который еще недавно гораздо лучше разбирался не в сортах молока, а в управлении аэростатом. Сейчас новый российский фермер уже не витает в облаках, а твердо стоит на земле. К Савье Фору, французу, сейчас новый российский фермер... Без помощи французов из Гейропы путинцы не способны производить даже плесневелый сыр. Подняв сельское хозяйство, Андреева отчиталась о подъеме культуры. Грандиозная премьера в Петербурге на сцене Михайловского театра «Царь Борис». Раз уж речь зашла о царях, как-то царя Путина спросили, царя, когда на Руси будет жить хорошо? И царь ответил... Ваш вопрос, когда же будет наведен порядок? Вы знаете, конечно, много происходит и... Вот внимание федерального центра к каким-то вопросам, прежде всего социального характера, рабочие места и так далее. Но... Новороссия состоялась. Ряженый придурок-террорист Казицын провозгласил Вову Хойло императором казаков. Мы, если не провозглашаем Тандартскую республику, это утопия. Мы говорим, что мы в составе Российской империи. И сегодня мы считаем Путина императором своим. Вперед, Святую Русь! В Омской области всерьез обсуждается идея перевода части сельских автобусных маршрутов на обслуживание лошадьми. Как сообщает Рио Омск Информ, ссылаясь на протокол заседания рабочей группы по совершенствованию транспортного обслуживания населения, чиновники решили проработать вопрос осуществления перевозок пассажирским гужевым транспортом на базовой маршрутной сети Омской области. Айфончик распорядился создать акционерное общество ГЛОНАСС и ввести в промышленную эксплуатацию государственно автоматизированную информационную систему ЭРО ГЛОНАСС. Запустить ЭРО ГЛОНАСС в промышленную эксплуатацию в 2015 году требовал и сам Вова Путин. В октябре минувшего года Вовочка напомнил, что на создание ГЛОНАССа было потрачено около 4 миллиардов рублей. Там же, в октябре 2014-го, Вова заявил, что систему, цитата, «мы не можем бросить на полпути». Вообще-то, ЭРО ГЛОНАСС и всего остального наступило еще в 2007 году. Один из самых амбициозных российских проектов в космической сфере — это глобальная навигационная система ГЛОНАСС, аналог американской GPS, разработки которого идут еще с 80-х годов, должен выстрелить уже в этом году. Ряд руководителей этих государств тоже открыто высказывали интерес именно в присоединении к ГЛОНАССу, а не к GPS. В силу, наверное, понятно здесь многим причинам. Систему, цитата, «мы не можем бросить на полпути». Аналог американской GPS, разработки которого идут еще с 80-х годов. НТВ похвалилось, что в 2014 году путинцы украли у наших потомков 527 миллионов тонн нефти. На протяжении 2014 года путинцы воровали у наших детей почти по полтора миллиона тонн нефти ежедневно. Также НТВ отчиталось, что Путин спас всех беспризорников Петербурга. Так как в государственной программе по социальной поддержке граждан Петербурга до 2020 года черным по белому написано «проблема беспризорности северной столицы уже к 2015-му полностью решена». Иными словами, за 15 лет всех беспризорников потравили, поубивали и распродали на органы. За 20 лет работы с беспризорными детьми я в чистом виде не встречалась. И я полагаю, что это результат действительно хорошей, сложенной работы. На мой взгляд, последнего беспризорника можно было сдать и в музей в послереволюционный, либо послевоенный год. Мадемуазель ватницу пора сдавать в дурдом. Напоминаем, что Вовочка Путин списал 130 миллиардов долларов долгов всем, кому не попадя. А это вообще-то как минимум 4 триллиона рублей. Еще полтора триллиона Вовочка закопал в Эмеретинские болота на так называемой Олимпиаде. У Вовы нашлось 20 миллиардов долларов для Турции, 14 миллиардов долларов для Венгрии. Но! Если мы вобьем в поисковик «Голодные дети Холмогор», то мы прочитаем там следующее. В Холмогорском районе Архангельской области выявлено 20 недоедающих детей на 23 тысячи жителей района. То есть 0,1% жителей. Если экстраполировать данные с Холмогор на всю Россию в целом, а Архангельская область находится строго посередине в рейтинге российских регионов по средним зарплатам, то мы получим 142 тысячи голодающих детей. Если мы поделим общую сумму расходов на Олимпиаду на 142 тысячи детей, то мы получим по 10 миллионов рублей на человека. Поскольку речь идет в основном о школьниках, то это 1 миллион рублей ежегодно до их совершеннолетия. Другими словами, одной пятой затраченной на Олимпиаду суммы хватило бы на то, чтобы полностью устранить такое чудовищное явление, как голодающие дети, попросту накормив этих детей за счет нашего общества и государства, которые отнюдь не беднеют. Но, разумеется, все дело в приоритетах. Это всегда вопрос приоритета, я много раз об этом говорил. На что направить деньги? На то, чтобы людям напрямую их передать или на какую-нибудь стройку там. Путин и его банда всеми силами низводят население России до уровня скота. Чудовищное по своей жестокости преступление произошло в новогодние праздники в Нижнем Новгороде. Пьяный мужчина застрелил свою беременную двойней соседку за то, что та мешала ему веселиться. Главное достижение Путина – это построение общества по своему образу и подобию. Путин – криминальный психопат с отсутствующей совестью, чувством вины, с гипертрофированным эго, все поведение которого направлено на поиск стимуляции и накачку себя статусом. Путин и его окружение, состоящее из таких же криминальных психопатов, ведет паразитический образ жизни. Они не способны на долгосрочное планирование. В среде психопатов процветают сексуальные отклонения. Сам Путин публично трогает попки маленьких детишек. Его дружки Греф и Володин не гнушаются в сбивании каловых масс. Путин и его ближайшее окружение заняты распространением этой заразы на все общество. За 15 лет криминальный психопат Вова Путин вывел уничтожение русских женщин проституцией на невиданный уровень. МВД насчитало в России порядка миллиона женщин, готовых идти на изнасилование за деньги. Число несовершеннолетних проституток колеблется от 150 тысяч до полумиллиона. Главное для режима – разлагать и опускать наше общество. Прививать культ разврата, приводящего исключительно к бесплодию и смерти от ВИЧа СПИДа. Выкидышем, абортом и в конечном итоге полному уничтожению русской молодежи. Проституция – то же самое, что порнография. Порнография в переводе с латыни означает графическое изображение проституции. Проституция – это механизм по перемалыванию молодых женщин в непригодный ни для чего биомусор. Допаминовый наркотик от легких денег, удовлетворяющий потребность статусности. Но потребность статусности лживая, и опора на нее ни к чему хорошему не приводит. Спустя несколько лет женщина умирает внутри. У нее развивается ненависть к мужчинам. Постравматическое стрессовое расстройство на уровне ветеранов войны. Нулевая самооценка, фригидность и зачастую бесплодие. Женщина больше не способна заниматься ничем другим, к освоению других занятий у нее полностью отсутствует мотивация. Проституция в России – это механизм убийства русского народа. Скачивайте и распространяйте информацию из нашей книжки, ссылку на которую мы разместили в описании этого видео. И вот в Новый год вылезла еще одна духовная скрепка от психопата Путина. Футбольный клуб Дуйсбург покинул отель, куда приехали 400 российских так называемых моделей. На так называемый конкурс красоты, проходящий в Турции. При этом про проведение столь масштабного конкурса красоты нигде не сообщалось. И если бы не немецкие футболисты, поменявшие отель, никто бы так и не узнал о масштабном десанте русских Наташ в Турцию. А теперь главное – это ваша прямая обязанность, дорогие зрители, вправлять русским девушкам и женщинам мозги. Иначе кранты. Потому что все деятели режима занимаются исключительно разложением молодежи, чтобы психопат Путин мог и дальше безнаказанно хапать, развлекаться и сношаться. Эфир Первого канала продолжает первая и вторая серии фильма «Оттепель». Благодарим всех, кто распространяет наши материалы. Продолжение нашей работы возможно только при вашей прямой поддержке.